Завершается подготовка жилфонда к отопительному сезону. Вместе с коммунальными службами многоквартирные дома теперь принимают общественники и активисты домкомов. В субботу по этому поводу развернулась областная акция школы ЖКХ «Нашего двора. Подготовка к зиме». Клин инициативу, конечно, поддержал. За один день спецкомиссия обследовала 15 домов. Подробности расскажет Анастасия Галкина. Обшивка домов, входные группы, состояние инженерных сетей и кровель. По таким параметрам оценивают подготовку многоэтажек к предстоящей зиме. Когда-то в этом разбирались исключительно специалисты. Теперь в приемке домов участвуют и жители. На это обратила внимание областная акция от Министерства ЖКХ. Сегодня проходит областная акция школы «Нашего двора» в рамках подготовки к зиме. Соответственно, были выбраны дома, которые в августе по графику должны сдаваться паспорт готовности. Начинаем с входной двери, чтобы был доводчик, чтобы была вторая дверь пружины должна присутствовать, чтобы зимой это все закрывалось. Не должна течь кровля, должны изолированы быть в подвалах трубы, сухо. Первый в списке дом номер 7 по улице Мечникова. Сухие стены подъездов говорят о готовности дома к зиме. Основные претензии к интернет-провайдерам. Провода на крыше проложены не по стандартам. Это запрещено все. И вот это вот все без согласования вообще. Нужно было бы управляющей компании провести надзор над этим делом. Потому что технические условия должны все в окре проходить, то есть в коробах. Особое внимание к состоянию окон в подъездах. Плотный притвор и двойное остекление обязательно. В доме 12А Помечникова как раз меняют старые деревянные рамы на современные пластиковые. На Мечникова 12А меняют окна. Это по местной программе у нас глава выделила средства. Это уже второй год. В прошлом году мы выделяли средства. И в этом году выделили средства на замену те дома, которые еще пока не в капремонте. А в подвалах, кроме инженерных коммуникаций, комиссия оценивает общее состояние помещения. Все подвальные сарайщики планируют демонтировать в целях безопасности. Мы стараемся ликвидировать все эти сарайи в подвалах. Только из-за того, что мы не знаем, что жители хранят в своих сараях. Не дай Боже, если тогда произойдет что-нибудь. Акцию школы ЖКХ нашего двора поддержали более 60 муниципалитетов. Кроме Мечникова в Клину за один день проинспектировали 15 домов. На улицах Карла Маркса, 50 лет октября и пролетарского проезда. По результатам проверки на каждый дом составлен акт. Управляющие компании должны устранить все замещания в ближайшее время. Анастасия Галкина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.